Здравствуйте, вы смотрите Эко-Новости на ТВК. Меня зовут Дмитрий Шхузин. В ближайшие несколько минут события из сферы защиты природы. Ученые бьют тревогу. Скорость таяния ледников в Арктике увеличивается не по дням, а по часам. Северно-Ледовитый океан уже потерял около трети своих морских льдов. В прошлом году 120 европейских исследователей зафиксировали рекордно низкий уровень арктического льда. По данным их отчета, за последние десятилетия уровень арктического льда сократился на 13%, а средняя толщина льда в Баренцевом море уменьшилась на 90%. По данным ученых, если существующий сегодня уровень выбросов парниковых газов сохранится, планета потеряет арктические льды буквально через четверть века. У российских лесов появится генетический паспорт, как говорят ученые, каждому дереву. Выдавать документ не будут, но вот у определенных массивов паспорт появится. В него войдет база генетических данных основных лесообразующих пород, уровень их биологической устойчивости и генетической изменчивости. Благодаря генетическому паспорту ученые смогут выбирать, какие деревья сажать на конкретном участке, исходя из приоритетов. Если это плодоносное дерево, то все заинтересованы в том, чтобы посаженный вид был еще более плодоносным. По последним данным, специалисты протестировали свыше 25 тысяч деревьев в 64 субъектах и выполнили порядка 160 тысяч ДНК-анализов. Красноярский край получит более 2 миллиардов рублей на электробусы и экологическое топливо для частного сектора. Как рассказали в правительстве, средства поступят в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». В этом году на мероприятие по улучшению качества атмосферного воздуха Красноярск получит 588 миллионов рублей. Из них 443 миллиона направят на покупку экологически чистого транспорта – троллейбусов с автономным ходом. В 2023 году в Красноярск направят еще почти полтора миллиарда рублей. Из них более 600 миллионов рублей потратят на обновление общественного транспорта. По дорогам планируют запустить новые электробусы и установить зарядные станции для них. Как рассказал президент Союза электромобилистов края Дмитрий Моторо, электробусы пока еще не ходили по Красноярску, но для этого есть все шансы. Если мы сравним его с троллейбусом, то в отличие от троллейбуса он может перемещаться без контактной сети. Соответственно, он может взять любой маршрут, где нет контактной сети. В этом отношении, кстати, в Красноярске есть неплохой опыт. Вот два года назад это все началось, когда у нас начали появляться троллейбусы с автономным ходом. С электробусами у нас дела стоят даже, наверное, получше, чем с троллейбусами. На этой неделе сразу шесть городов попали в зону повышенного уровня загрязнения воздуха. Красноярска в этом списке не оказалась. Наш город на 54-й строчке с загрязнением в 3 микрограмма на кубический метр. Это данные российской экологической партии «Зеленый» с 18 по 24 июля. Самой грязной территорией за этот период оказался Норильск. Следом идет Благовещенск, а затем Ижевск. Сейчас на экране вы видите уровень загрязнения воздуха, по данным общественников, за неделю. Наиболее загрязненными районами с 25 по 28 июля оказались Ленинский и Кировский. А самыми чистыми стали Центральный и Октябрьский районы. На этом все. Вы смотрели Эко-новости на ТВК. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok